На сегодняшний день Россия самая кибератакуемая страна мира. Кибератаки актуальны и для клиентов банков нашей страны. Начиная с прошлого года количество жертв мошенников выросло на 20%. В ловушке аферистов порой оказываются даже профессионалы. Бухгалтеры, сотрудники правоохранительных органов, банковские служащие. На круглом столе, посвященном теме кибермошенничества, обсудили простые, но важные темы. Прежде всего, никогда сотрудники банка и сотрудники правоохранительных органов не звонят гражданам, со всякими предложениями о том, что с вашего счета пытаются похитить денежные средства, на вас пытаются оформить кредит, и вам нужно перевести деньги на безопасный, специальный или резервный счет. Никогда не поддавайтесь на уловки, это мошенники. Хотелось бы благодарить сотрудников Сбербанка за организацию этого круглого стола, на котором действительно были обсуждены актуальные вопросы. Специалисты также просят жителей быть бдительными и пресекать беседы с мошенниками в первые 20 секунд разговора. Также просят никогда никому и ни при каких обстоятельствах не сообщать по телефону сведения о своих банковских картах. Мы думаем расширять эту повестку, поскольку вопросы киберпреступлений, кибермошенничества становятся с каждым годом все более и более актуальными, причем для всех отраслей и направлений, как государственной власти, так и бизнеса. Отметим, Сбербанк ежедневно совершенствует собственные системы кибербезопасности. Благодаря бдительности и оперативным действиям правоохранительных органов, в этом году удалось пресечь несколько мошеннических схем на суммы до нескольких миллионов рублей. Александр Гаврилов, Артур Рощупкин. Новости. Сейчас. Сейчас.